Лично я о наручных часах могу говорить часами. Дорогие механизмы, великолепный внешний вид, все это завораживает. В России есть компании, которые могут гордиться своими хроноразработками. Одна из них – часовая мануфактура «Молния» в Челябинске. История «Молнии» не похожа ни на одну другую. Завод прошел путь от Великой Отечественной войны и создания часовых механизмов для первых реактивных истребителей и вертолетов серийного производства до стильных и современных часов. 19 апреля 1945 года за три недели до капитуляции фашистской Германии Иосифом Сталином было подписано постановление Государственного комитета обороны СССР об увеличении производства и улучшении качества карманных и наручных часов. В нем сообщалось о необходимости возрождения часовой промышленности, о создании новых типов часов и организации строительства новых часовых заводов. Этим постановлением было утверждено решение о строительстве завода номер 834 в Челябинске. Именно там было решение организовать выпуск нового типа карманных часов 36-го калибра под маркой «Молния». В столицу Южного Урала были направлены лучшие специалисты и оборудование со всей страны. Сейчас «Молния» идет в ногу со временем. На сегодняшний день локализовано производство корпусов, компонентов механизма, в том числе системы баланс-спираль, галтовка, покраска, гальваника и печать циферблатов. Ведется сборка и проверка. Также компания разрабатывает, конструирует и внедряет новые виды часовых механизмов. Значительным шагом, несомненно, является возобновление производства собственного механизма 3603. Приверженцам точной механики доступны новые линейки нескольких типов часов – наручные, настольные, карманные и сувенирные. Наручные часы состоят в сотрудничестве с лучшими дизайнерами. Свою идеальную модель найдут и ценители авиации, и почитатели элегантной классики, и любители активных видов спорта. В России осталось всего три часовых завода, которые производят собственные часовые калибры – Челябинская молния, завод «Восток», который находится в Чистополе, а также предприятие «Ракета», которое базируется в Санкт-Петербурге.